Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, О жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовое сие принять, И от восторга засиять. 8 января. Собор Пресвятой Богородицы. Когда предчистая Дева Мария бежала с младенцем Иисусом в Египет, Они проходили мимо дерева, называвшегося Персия. Жители почитали его как Бога из-за высоты и величественной красоты. Поклонялись ему и приносили жертвы. В том дереве жил и бес. Когда предчистая Богоматерь с божественным младенцем приблизилась к нему, Оно сильно потряслось. Это бежал бес. А дерево преклонило свою верхушку до самой земли в знак почитания. Считается, что с этого дня, святочные дни, вступают в свои права. Что касается конкретно этого дня, то его называют Бабьим праздником. Бабьими кашами. Праздником каш. Это праздник рожениц и баб Поветух. Свое название этот день получил потому, что рожавшие женщины или бабы Желали отблагодарить и поздравить с праздником Поветуху, Которая помогала им при родах. Показать ей своего выросшего ребенка, Которому она помогла появиться на свет. И отблагодарить ее подарком. А также задумать на будущее. Ведь к ней придется обращаться. И возможно еще не один раз. А от Поветухи во многом зависело здоровье женщины, Ребенка и семейное счастье в целом. Поэтому женщины Поветухи берут ложку и ходят в гости есть кашу, Которую хозяева дома, как правило родственники и друзья, Специально готовят для данного случая. Им полагалось дарить материю и полотенца на легкую дорогу принятыми ими детьми. Сегодня играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Молятся святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Он помогает справиться и с гневом, и скринять злобу. Также считали, что Давид, играя на гуслях, своим пением защищает человека от разбойников и диких зверей и тем самым обезопасит путь. Приметы. Если сегодня вьюга и мороз, лето будет холодным. Снег прилипает к ладоням, жди тепла. Если после заката небо окрашивается в красный цвет, жди лютых морозов. Маленького ребенка сегодня поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым. Если щебечут синицы, жди ночных морозов. Если из дома сегодня вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам, в семью может прийти несчастье. Сегодня нельзя готовить и есть кисель. Это к покойнику. Сегодняшнее гадание на урожай и брак самое правдивое. Сам по себе сок будет очень вкусным из кисло-сладких яблок. Но для того, чтобы усилить действие сока, можно к нему добавлять свеклы. Этот сок уже будет обладать выраженным действием для кровевосстановления. А также будет действовать как хорошее средство профилактическое от онкологии. Сами яблоки прекрасно за счет железа противостоят и антиоксидантам онкологии. И также еще свекла будут великолепно действовать. Поэтому мы с вами добавляем свеклы. Получается сок специфического цвета. Такой густой. И буквально за считанные дни способствуют восстановлению железа в организме человека. То есть повышает кровотворение. А также активирует организм. Если подобрать правильно пропорцию, этот сок делается удивительно вкусным. Фитонциды яблок активны против различных кишечных инфекций. Например, против возбудителей дизентерии и золотистого стафирокока, которые вызывают разного рода у нас наиродные процессы. Представляете? А яблочко все это ликвидирует. Оказывается, яблочки очень хорошо есть, чтобы мы не болели гриппом. Особенно в это время. Надо всем есть яблочки. Прекрасно идет цена цена ротовой полости. Укрепление за счет фитонцидового организма. Улучшение пищеварения. И вирусы гриппа от нас бегут. Сейчас очень широко распространены мочекаменные заболевания. Потому что экология, еда, питье и так далее, и так далее. Оказывается, для профилактики мочекаменной болезни очень хорошо съедать от 3 до 5 яблок в день. Прекрасная профилактика этим заболеваниям. Если у вас имеются камушки в почках, то можно поступать следующим образом. Видите? Вот у нас как раз имеется вот эта вот кожура. Эту кожуру можно летом, когда много яблок, особенно осенью ранней. Можно зимой. Вы, съедая яблоко, кожуру срезаете, высушиваете и из нее делаете чай. Оказывается, вот этот вот чай способствуется тому, что начинает растворять камушки, которые имеются в почках. А компоты? Компоты. И это может быть способствовать и компоты. Если мы в компоты добавляем сахара, сушит наш организм. Оказывается, сладкое, как мы того не хотим, сушит. Поэтому, если вы хотите сделать целебный компотик, который вам помогал бы, лечил сердечно-сосудистые заболевания, почечные болезни, обязательно используйте без сахара. А теперь поговорим о том, как готовить отвар из сушеных яблок. Мы с вами берем сушеные яблоки, примерно две горсточки, кладем их в термос со стеклянной колбой, заливаем кипятком. Лучше всего это делать вечером, а утром у нас с вами получается напиток, который мы с вами будем пить вместо чая по стаканчику перед каждой едой. В итоге наши сосуды станут эластичными, сердце будет биться лучше, начнут растворяться мочекислые соли, очищаться почки. Очень хорошо использовать сушку просто-напросто так жевать тем людям, которые страдают ожирением. Оказывается, для того, чтобы эта сушка размочилась, усвоилась, переварилась и вывелась из аронизма, нужна вода. Аронизм человека, страдающего ожирением, как правило, слишком насыщен водой. И для того, чтобы его подсушить, как раз сушка идеально подходит. Вы почувствуете, как постранеете, уйдёт лишняя вода, отёки. Лучше заработает желудочно-кишечный тракт, особенно кишечник. То есть, сушка на себя влагу принимает, да? Влагу принимает, при этом отдаёт полезные вещества, которые имеются в кожуре. Плюс разбухшая клетчатка, способность тому, что хорошенько очищает всё. То есть, хотите очистить свой желудочно-кишечный тракт, ешьте сушку. При гипертонической болезни, а сейчас она очень широко распространена и постоянно молодеет, очень хорошо съедать одно кислое яблочко или кисло-сладкое яблочко, утром натощак, а дальше в течение дня выпивать сок, полстакана перед каждой едой. Очень хорошая профилактика от гипертонии. Причём артериальная, та, которая возникает от волнений. И при этом лучше всего использовать зелёные сорта яблок, а не успокаивать. При ожирении ещё можно использовать печёные яблочки. Берём одно яблочко, запекаем, смешиваем его с полстаканчиком кефира и выпиваем. Оказывается, печёные яблоки с кефиром хорошее средство для того, чтобы сбросить лишние килограммы и почувствовать себя так довольно-таки бодро. Но при этом, опять-таки, мы не исключаем всех остальных продуктов. Печёные яблочки с кефиром и плюс на это же количество мы уменьшаем остальной пищи. Меньше солёную, меньше всякого рода чипсов, которые задерживают в воде. И колбас. Печёные яблочки с кефиром хорошее. Печёные яблочки с кефиром хорошее.